Сейчас происходит одно из главных спортивных состязаний этого года – чемпионат Европы по футболу, который дарит множество положительных эмоций своим фанатам. Но знали ли вы, что не всегда футбольные матчи заканчивались хорошо? Ведь в середине 20 века две латиноамериканские страны, а именно Сальвадор и Гондурас, устроили настоящую кровопролитную войну из-за проигрыша в футболе. Ну или не совсем. Гондурас – это крайне бедное государство в Центральной Америке, с ужасной преступностью, крайне низким уровнем жизни, множеством политических проблем. Сальвадор – в целом то же самое, но немного лучше. Уровень жизни выше, экономическое состояние лучше, но тем не менее это также бедная латиноамериканская страна. Кроме проблем, описанных выше, в них есть еще одна, а именно это общая граница. Формально войну 14-20 июля 1969 года называют футбольной войной, но знаете, это такая же история, как и с Первой мировой. Формальной причиной стало убийство Франца Фердинанда, а на самом деле там было множество куда более значимых причин. Также и тут формально история выглядела так. В то время шли отборочные матчи на чемпионат мира по футболу 1970 года, и по злой иронии судьбы за право двигаться дальше должны были сражаться именно сборные Гондураса и Сальвадора против друг друга. Местом проведения чемпионата мира по футболу 1970 года была выбрана Мексика. Между Гондурасом и Сальвадором проводились отборочные матчи. Первый состоялся в Тегуси-Гальпо, это столица Гондураса, 8 июня 1969 года, где тот победил. Второй проходил в Сальвадоре уже 15 июня, где со счетом 3-0 победили хозяева матча. И по правилам отбора последний матч должен был пройти в нейтральной стране, какой страной стала Мексика. И вот 27 июня 1969 года в очень напряженном матче победу одержал Сальвадор со счетом 3-2. Все три матча сопровождались погромами, стычками фанатов и так далее, но это как будто обычная история для футбола. Некоторые СМИ даже упоминали про множественное изнасилование женщин, однако никаких доказательств так и не поступило. И вот примерно через две недели началась война. Согласитесь, звучит как-то не очень подобно на правду, поэтому теперь вместо популистской истории рассказ о реальных событиях того времени. Вспомните, что я говорил в начале, обе стороны бедные, у обеих есть общая граница. Но есть еще одна серьезная проблема. У Сальвадора много населения, но мало территории. У Гондураса наоборот, населения достаточно мало, а при этом территория огромная. Чтобы вы понимали, на такой колчок земли, как у Сальвадора, живет около 3 миллионов человек в то время, а у Большого Гондураса 2,5 миллионов. Естественно, что места для жизни в Сальвадоре им не очень-то и хватало. Поэтому сальвадорские фермеры по чуть-чуть захватывали земли Гондураса, приграниченные к их стране. И таких захватчиков стало около 300 тысяч человек. А вот это уже не очень нравилось самим гондурасам, поскольку они забирали их земли и лишали часть населения доходов. В итоге, президент Гондураса, Асфальдо Лопес Ареляно, в 1967 году подписал закон о земельной реформе. По сути дела, этот закон предполагал только одно. Американские компании и гондурасов мы никаким образом не трогаем. А вот сальвадорцы должны покинуть страну. Но они не спешили этого делать. В итоге, незадолго до футбольных матчей, а именно 2 июня 1969 года, начали постепенно выгонять сальвадорские семьи домой, но уже насильно. А это, в свою очередь, очень не понравилось правительству Сальвадора. В итоге, все это закончилось разрывом дипломатических отношений. Изначально со стороны Сальвадора, а потом и со стороны Гондураса. События уже накалились до предела, а тут еще и футбольные матчи, плюс погромы в обеих странах на фоне их. И все это привело к тому, что 4 июля 1969 года, после нескольких недель мелких стычек и погромов, а также обстрелов с обеих сторон, правительство Сальвадора отдало приказ своим войскам вторгнуться в Гондурас. А авиация, которая в основном состояла из американских самолетов времен Второй мировой, начала мобить соседей. Хоть поначалу более сильный Сальвадор и одерживал победу, позже он столкнулся с дефицитом топлива и ресурсов. В итоге, основная фаза войны закончилась уже 20 июля 1969 года. Однако, мелкие стычки на границах продолжались еще очень долгое время. А окончательный мир был подписан лишь в 1980 году, 30 октября, в столице Перу, в городе Лиме. Но окончательно данный вопрос был решен лишь 11 сентября 1992 года, когда Международный суд ООН установил границу между странами. Последствия, столь забавные на первый взгляд войны, весьма печальны. Обе страны понесли огромные по их меркам человеческие и финансовые убытки. Была уничтожена одна из главных организаций в регионе, а именно центрально-американский общий рынок. Однако, она восстановилась уже в 1991 году. А теперь ответим на еще один интересный вопрос. Какое же место во всем этом безумии занимает футбол? Тут я выскажу лично свое мнение. Футбольные матчи были лишь дровами, которые подкинули в уже полыхающий огонь. Отношения между странами и так были крайне ужасные. И тут дело даже не в самом футболе, сколько во всей ситуации, которая сложилась к 1969 году между странами. А футбол стал лишь спичкой, которая еще больше разожгла данный пожар. И в любом случае, это событие бы произошло. Возможно, немного позже, возможно, не в такой фазе, но скорее всего, оно бы произошло. Обо всем этом вы, как всегда, можете писать комментарии, ставить лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok